Давай еще один вопрос. Про рекламу наших коллег-философов. Какие каналы смотрел по философии? Уже нет них назвал? Ну да, ну, соответственно, Зубова профессора смотрел. Твой канал смотрел. Убермаргинал нас... Щелина смотрел. Щелина смотрел. Аристоевича, философа, заносим? Заносим его. Ну, как относишься? Входит и выходит. Нет, ну давай, давай. Дуги нам долгое время общался. Ну это интересно же, интересно же, интересно. Про Алексея Аристоевича всегда интересно поговорить. Ты смотрел, Алексея Аристоевича? Смотрел мало. Он странный. Я смотрел видео, где он в платье был только. Не только, не только, но... Ты не думаешь, что я? Да-да-да-да. Ты не думаешь, что я? Да, это классный видос, конечно. Ну, слушай, да, не... Кстати, не остуждаю это видео, оно крутое. Не, оно реально... Ну, крутое. Да, отлично, согласен. Мог бы стать президентом Украины, в общем-то. Хороший актер. Либо первой леди даже. Первой леди. Слушай, не, ну Алексей Аристоевич, конечно, не философ никакой. То есть в твоей стартации он бы не упал бы под определение. Но он интересует, и мне нравится, как бы, опять же, что он так или иначе, ну, недалек от военной дематики. То есть, ну, как бы, он подкрепляет свои знания какими-то вот, ну, реальными такими жизненными условно ситуациями, в которых он попадал. То есть он знает это как бы изнутри, наверняка там было в всяких центрах принятия решений и так далее. Ну, то есть этим он, конечно, любопытен. Ну, и риторика. Риторика очень интересно развита. Я не любитель риторики. Я когда слышу, когда пытаются риторику озвучивать какую-то такую, которая не доказательная просто, ну, на эмоции пытаются давить как-то. Я сразу это чувствую, чувствую манипуляцию, у меня сразу негатив возникает. Ну, согласен, нет, конечно. Ну, тембр голоса приятный у него. Ну, тембр голоса приятный. Интересно, он проходил какие-то техники? Наверняка. Наверняка. Он их ведет вроде сам техники. Не, ну, у него, по-моему, изучение. Я пролистывал, что... У него мем шикарный. Не у него мем, правда. Это где-то он был, где он нахуй кого-то посылает, и написано «Курс риторики, Анатолий Астрович». Вот это хороший мем. Да. Ну, какие еще каналы? Давай расскажем, может быть, зрителям, ты знаешь, какие каналы по философской тематике есть. Может быть, я их тоже смотрел, просто забыл. Миллион. Ну, давай, ну, просто какие основные, ну... Блин, ну ты, конечно... Их миллион, ты говоришь. Ну, их много, но... Ну, что, ни один назвать не можешь? Да, и так бывает. Знаешь, когда их много... Ну, Боумейстер ты смотрел по-любому. Да, Боумейстер я смотрел. Ну, это достаточно. Директиву Дугина ты по-любому смотрел. Ну, ее уже нет, правда. Ну, там несколько каналов, которые связаны с Дугиной. Клим Александрович Жуков, великий маркерист. О, ну, это, конечно, серьезный философ. Не, ну, слушай, они иногда приглашают этого профессора Попова, который вот как раз очень хорошо... Профессора Попова, да. Я смотрел, соответственно. База. База, да. Ну, как бы, я уже высказал свое отношение к маркеристам, поэтому... Не могу... В серую руках, в сердце. Не могу, к сожалению. Главное, чтобы потом не было... Не могу, к сожалению, воспринимать их всерьез. Ну, тогда Константина Семина можно назвать как пилософом? Ну, нет, ну, Попова можно, потому что не философа, а как профессора, хотя бы, в философии. Попова точно можно, естественно, да. Ну, вот говорю, что... Да и Клим Саныч, он просто шпарит эту марксистскую базу. То есть, ну, подковка есть какая-то? Нет, ну, марксистская база там, да, и угол... И диалектика есть, что самое главное. Здесь у Клима Саныча все нормально? Все ли у них нормально, особенно у Клима Саныча, это большой вопрос. Ну, философии марксизма имеется в виду, с диалектикой. Да-да-да, ты слышал, да, сейчас в конфликт попал Клим Саныч? А с кем? С Кучковым опять? С этаканалами в основном. Он в конфликте что-то сказал, он нехороший, в общем-то. Вот. Вообще, есть группа ВКонтакте, да, давайте так. Есть ВКонтакте, помните такой? Есть группа ВКонтакте. Есть как раз-таки, называется, философия от Адая, кажется. Ох, такой я не видел. И там, соответственно, выложено лекционный курс профессора Муравьева. То есть весь СПБГУшный курс от профессора Муравьева по философии, соответственно. От Фалеса и до кого? Естественно, до Гегеля. Даже не до Маркса. Нет, нет, там на самом деле есть Маркс. А, ну... Но там он, знаешь, так, типа, ну давайте... Ну, был такой человек. Конечно, не философия, но пойдет. Философия, но вот смотрите, что выросло из Гегеля, какой кошмар. Да. Так они его не поняли. Вот. И это очень большой курс, то есть он, ну, в районе, наверное, тысячи часов. Много, там, 80 лекций. Лекции, там, достаточно такие объемные. Ну, очень интересные. Ну, если... Слушай, вот ты смотрел кучу каналов, да? Читал что-то, вот именно не сами первоисточники, а подготовительные книжки, вот как Радхакришна, например, История философии. Роджерас круто начитал. Ну, нормально, слышал, но не читал. Да, Рюдигера Сафронский читал, соответственно, или Сафранский. И, слушай, давай сейчас, подожди, полистаю. Давай, давай, давай. Я много чего сейчас, честно, прочитал, просто сход так вот и... Я понимаю, это как ты мне задал вопрос про стримеров, которые... Контентмейкеров, которых мы смотрим. А смотрим мы их каждый день и по огромному количеству, что... Слушай, ну я читал от СПБГУшных авторов, от профессоров разные как раз-таки комментарии, лекции разные читал по философии Канта, по немецко-классической философии. Еще много прочитал именно конкретно лекций про Канта. Ну, соответственно, скруто, но я читал тоже в разрезе кантовской философии. Про Канта книжку у него есть буквально. Ну и говорю, историю философии Гегеля, соответственно, это как бы история философии. Ну, да. Это для упора, так сказать. Не, ну то есть смотри, у тебя есть интересные, ты просто глубоко копаешь в некоторые темы, получается, а в некоторые, ну, поверхность снова словно выходит так. Ну, смотри, я просто, да, так как я начинал, как и все, с античной философии, мне нужно ее перепройти, естественно, понятное дело. Лучше всего, наверное, я разбираюсь как раз-таки в немецко-классической философии. Да, ну, соответственно, там... Ну, вот с немецкой классикой я сидел просто очень долго, ну, больше года, там, наверное, полтора года. Ну, ты серьезно? Больше меня просидел за ней? Ну, да-да-да, ну, много читал. Феноменологию духа прочитал, да, и энциклопедию философских наук прочитал, и Канта читал, и про Канта читал, соответственно. То есть, когда ты натыкаешься в какой-то момент, ну, после Декарта и после Лебница, потому что вот Декарта там, когда такие книжечки, это Декарта тоже, естественно, прочитал. Декарта милый, да. Милый в том плане, что удобно и комфортно. Комфортно читать, да, очень-очень все здорово. Мы дал монодологию Лебница, то есть... Менее комфортно, но мало. Менее комфортно, но мало. Да, потом ты как бы въезжаешь, да, вот в этот гранит, как бы въезжаешь в Канта, и, конечно, Кант тебя изначально... Ну, я помню, что он меня просто буквально перевернул, как бы... Коперникан перевернул. Да, прошу произвести. Да, у меня перевернул, он такой, о-о-о. И это как бы более, как бы, опять же, для изучающих философию в 21 веке, Кант как будто бы более такой научный, как будто. Такой, а, вот, человек пытается как-то... Критика, критика, критика. Научно разобраться, то есть эти априорные категории. То есть, если до этого много там суждений, там читаешь какого-нибудь Николая Кузанского, да. У Юма, похоже, все. И даже проще написано, на самом деле. Ну, у Юма, да. И терминологии почти такой нет, как у Канта. Канта... Не, Канта читать безумно сложно, естественно. Ну, может, и не очень безумно сложно. Ну, не как Гегел. Посмотреть с Гегелем, да, ну, нормально. Ну, сложно, да. Серьезно, просто так взять и Кланта начать читать почти невозможно. Ну, давай так, метафизику Аристотеля у меня было сложнее читать. Не знаю. Хз, по-моему, там терминологии меньше. Меньше, нет, терминологии меньше, но вот именно... Он рассуждает? И, кстати, рассуждает он лучше Канта, потому что у Канта у него тоже много вольностей, так скажем. У него есть отдельные фрагменты с рассуждениями, есть отдельные фрагменты, где он просто... Вот тебе система, вот тебе, короче, 12 категорий разума, держи, короче, бери. И это как бы, ну, опять же, нам в 21 веке это импонирует, что, мол, вот, чувак, все разложил. Вот, вот он субъект, вот апперерные категории познания, вот оно, как все происходит, а на самом деле, вот, дискурсивно-интуитивно, понятно теперь, короче. Ну, возникают, как бы, вопросы и к Канту, и к немецкой классике. Ну, говорю, я, ну, изначально, естественно, диалоги Платона прочитал. Да, вот они все, вот они все, вот у меня вот такая вот книжка, в общем-то, дома есть, только похоже в более новом издании. Дальше, ну, неоплатоников, да, там, и надо, плотина, и так далее. Прям читал они Ады все? Ну, нет, не все читал. Я тоже не читал. Нет, все не читал. Ну, Авреля Августина читал, он помог Винского читал, Кузанского читал, Жердана Бруно читал. — Справедливо его казнили? — Жердана Бруно справедливый. — Да. — Нет, ну, опять же, исходя из воззрения того времени, его не могли не казнить, опять же. Ты что, спроси, вот Сократа казнили справедливо или нет, это, кстати говоря, более... — Как он сам напросил? — Он сам напросился, да. А насчет Жердана Бруно, ну, извини меня, человек пытался придумать альтернативный культ. Просто это большое заблуждение многих людей считать, что Жердана Бруно казнили за науку, его же не за науку казнили, он пытался внедрить секту буквально, потому что делает очень агрессивно. — Но он даже не ученый, вот еще проблема, он мистик, он очень мистик. — Да, он мистик, да, он пытался построить свою мистическую секту на достаточно сомнительных основаниях, просто буквально в период Инквизиции, и пытался своего ученика условно перетянуть на свою сторону, который на него и пожаловался. — Не, а просто у атеистов есть определенный миф, что вот рука вопреки прям развивалась, их всех вот... — Ну и стоит сказать, что суд над Жердана Бруно был одним из самых справедливых вообще в истории Инквизиции. — В истории человечества. — Может быть и так, его судили 7 лет, его судили 7 лет, и он был настолько несгибаем, что он как бы сказал, что он меньше боится на костре, чем его судья, то есть, ну, естественно, он не шел на сделку с ответствием, поэтому... — Он мог бы пойти, ну, ну, да. — Да, как конкретно могли его не казнить, ну, непонятно, тогда казнили всех. Еще раз, вот советую всем прочитать как раз-таки книгу, про которую я говорил в Секулярный век, там как раз после прочтения будет понятно, как еще раз общество, люди в 15 веке относились вообще к тем, кто занимался подобными вещами, да, то есть, Жердана Бруно был несколько позже, то есть, в 16 веке, в 15 веке Жердана Бруно и появиться не мог, но эти люди представляли в представлениях общества угрозу для общества, они могли привлечь злых духов. — Ну, а что, ну, а как? Ну, естественно, да, то есть, они как бы могли разрушить вот этот устои общины, то есть, как, в общем-то, и Сократ, на самом деле, по мнению некоторых учеников Сократа. — Ну, в коем-то, и поддержал устои общины, потому что... — Слушай, ну, Муравьев тот же считает, что Сократ привел к упадку античных Афин, то есть, что вот этот дух индивидуализма, да, он привел к внутреннему расколу, к внутреннему противоречию, и они не смогли в итоге устоять войне. — Не, а с атеистами, на самом деле, смешно, потому что у них есть реально вот этот миф, что вот прям ученые возникли просто из ниоткуда, и вопреки религии они там развивались сами. — Да-да-да. — Пробивались вперед. — Вообще никак они с религией были не связаны, позиция не взорвана, ну, это совсем поверхностно. — Их много, то есть, ну, почти весь паблик атеист, какой-нибудь там демах оставатель паблик атеиста. — А я подписан, мне очень нравится паблик атеиста. Я пару раз даже не выдерживал, писал комментарии, потому что... — Со своего аккаунта? — Нет, не со своего аккаунта. — О-о-о-о! — Да я очень редко это делаю, но я пару раз прям не выдерживал, я такой, ну вы угараете. — Секретный аккаунт Соболева, где он пишет гадости атеистам. — Да, ну и теорию большого взрыва, в общем-то, высказал. — Ну да, большинство ученых до определенного времени просто религиозные. — Хорошее видео на эту тему, как раз таки к чему приводит религия, ну, я тоже его как раз таки преподметал. — И при этом я не сторонник религий. — Но при этом... — Но мы не можем ее не уважать, то есть мы не можем отрицать это, то есть мы не можем, ну, как бы, отрицать, что вот на христианском русле зародилась там схоластика, которая привела к... — Ну и в любом случае не вопреки, в любом случае не вопреки, да, им не откуда был бы взят.